приветствую охотников за трофеями меня зовут алекс и добро пожаловать на канал фан геймс 20 апреля выходит новая часть знаменитой серии игр в сеттинге греческой мифологии про бога войны кратаса который с особой жестокостью и грациозностью мстит свои божественные родни за все беды своей жизни новая игра кстати будет не только по греческой но и по скандинавской мифологии но не об этом речь я уже сделал предзаказ если игра кажется стоящей я обязательно сделаю видео гайд по ней ну а до тех пор я решил ознакомиться с серией и поиграть в третью часть и нет вы не ослышались именно ознакомиться до этого момента я не играл ни в одну часть серии и года в 3 стало настоящим открытием для меня динамичный слэшер эпичные босс файты и брутальный кте заставили меня влюбиться в эту игру уже через полчаса геймплея и конечно же захотеть заняться охотой за трофеями и если вы как и я до сих пор не играли ни в одну часть серии бегом покупайте игру и смотрите дальше этот ролик чтобы узнать как получить платину в году в 3 для начала скажу пару слов о том что вам нужно знать об игре перед тем как отправляться на охоту за трофеями году вор 3 является типичным представителем жанра хэк-н-слэш иными словами слэшер а это значит что игра не имеет открытого мира следовательно практически все трофеи кроме сюжетных является пропускаемыми потому что вернуться назад и доделать недоделанное возможности не будет следовательно если вы собрались получать платину то лучше делать это сразу по гайду чтобы ничего не пропустить и не пришлось перепроходить игру заново мое видео же будет такой смесью гайда по сбору своих предметов с подсказками что и где и как нужно сделать для получения каждого отдельного трофея если вы думаете что можете словить спойлер проходя игру по гайду я вас успокою самый главный спойлер вы узнаете прямо сейчас в конце вы убьете зевса а теперь когда мы забрались со всеми мелочами давайте начнем самое первое что вам нужно сделать это начать игру на сложности титан чтобы сбежать повторного прохождения и при первом завершении игры сразу получить трофей за сложность титанический если у вас возникает затруднение играть на этой сложности можете в первый раз пройти игру на сложности бог в конце этого видео я расскажу о гличи позволяющим упростить и в несколько раз сократить себе повторное прохождение на титане но лично я проходил сразу на титане и начало игры для меня было просто адовым я не мог даже осилить одно из самых первых сражений в игре но часа через два я привык управление и геймплею для меня как любителя souls игр эта сложность стала хорошим увлекательным челленджем, даже не представляя, что вообще можно делать на более легких уровнях сложности. Чтобы не свелить трофей, всегда отказывайтесь, когда игра предлагает вам понизить уровень сложности после смерти. В игре есть 4 собирательных трофея, за сбор всех сокровищ богов, за сбор всех глаз горгон, за все перифеникса и за все рога минотавров. В этом гайде я последовательно покажу вам местонахождение всех предметов, и самым первым находимым предметом является Орел Зевса. Чтобы не пропустить его, поднимитесь по правой стенке рядом с сердцем геи. Кроме собирательных трофеев, на протяжении почти всей игры мы будем выполнять еще один трофей Кишка Танка. Вам необходимо вырыть внутренностью трех генералов кентавров. Всего в игре три кентавра, пропустить их невозможно, но для получения трофея вам необходимо отбивать каждого кентавра на кружочек. Итак, самым первым трофеем в этом гайде станет Растерзание. Необходимо разорвать Часового Олимпа, для этого нажимаем на кружок рядом с мобом и добиваем на треугольник, все просто. Далее получаем самый первый сюжетный трофей «Открыть шлюзы» за убийство Посейдона. Как только попадете в царство Аида, найдете первый золотой сундук. В таких сундуках мы будем находить рога, глаза и перья для соответствующих трофеев. В первом сундуке лежит Глаз Горгоны. Далее по сюжету вы получите новое оружие «Лук Аполлона», а вместе с ним и трофей «Хрустящая корочка». Время от времени сжигайте противников огненными стрелами, это пригодится для одного из трофеев. Как только получите лук, сразу же найдете первое перо Феникса. Для этого подожгите плющ из лука, чтобы открыть проход. Подтащите жировню поближе и с помощью пара вознеситесь прямо к сундуку. В следующей комнате за плющом найдете первый рог Минотавра. Следующий сундук запрятан посерьезней. Когда будете ползти по этой разрушенной стене, не поднимайтесь на самый верх. Для начала проползите немного влево, пока не даете до водопада. Сундук с Глазом Горгоны будет сразу за ним. Еще один Глаз Горгоны найдете в локации с тремя судьями. Для этого после спуска пробегите в левую нижнюю часть локации и перепрыгните на следующую платформу. Рог Минотавра найдете после того, как надаете по рогам парочке Минотавров. Выйдя из тоннеля, поворачивайте направо в портал. В следующей локации с огромной жировней будьте внимательны. Здесь располагается секретная комната, за нахождение которой вам достанется приз и щейка. Правда, чтобы долететь до платформы, необходимо решить небольшую головоломку. Внутри вас будет ждать очередной золотой сундук с пером Феникса. К этому времени у вас уже наверняка хватит сфер для первого улучшения вашего оружия и получения трофея «Иди в рост». Закончив разговор с Гефестом, пробегите налево в глубь локации, чтобы обнаружить сундук с глазом Горгоны. Когда встретите этого выразительного красавца, пробегите немного по левому коридору, потом вверх по лестнице, за углом вас ждет сундук с пером Феникса. Очередной черепный трофей «Глубина бездны» получается после убийства Аида. Сразу после битвы, нырнув в реку, не забудьте проплыть немного назад, чтобы получить шлем Аида. Вскоре после того, как вы беретесь на поверхность, вы снова встретитесь с Геей, и после встречи с ней получите приз сущная работа. В пещере, где вы впервые полетаете на гарпе, стрельните из лука влево, чтобы призвать еще одну, и перелетите к очередному золотому сундуку. Примерно на втором часу игры вам выпадет трофей «Кровавая пелена». Согласно описанию, вам нужно покрыть Кратоса пить устами ведрами крови, убивая противников. Я удивлен, что, согласно статистике, трофей получили только 60% игроков. Неужели остальные 40% не поиграли и пару часов? Ну а на очереди второй кентавр, которого необходимо выпотрошить через забивание на кружок. Следующий скальп бога в нашей коллекции будет от Гелиоса, точнее даже не скальп, а целая голова. После убийства Солнца Ликова не забудьте подобрать щит справа от него, и урок Минотавра в сундуке чуть ниже. При удобной возможности ослепляйте противников головой Гелиоса, для этого есть отдельный трофей, которым скажу немного позже. Как только попадете в локацию Путь Элс, сразу слева обнаружите сундук с глазом Гаргоны. Очередное перо Феникса возьмете, когда пройдете по темным коридорам и увидите обрыв и цепь над ним. Вот только это не совсем обрыв, спускайтесь и скрывайте сундук. Следующий на очереди глаз Гаргоны. Посветите на стену справа от моста. Слева от моста, кстати, тоже есть сундук, который очень легко пропустить. Очередное перо Феникса в нашей коллекции. В локации, где вам нужно уклоняться от огненных волонов, как только спрыгнете на уступ, задействуйте голову Гелиоса, чтобы обнаружить скрытый сундук с еще одним пером Феникса. Следующий урок Минотавра обнаружите, как только приземлитесь на одном из огромных кубов в пещере. Сундук с глазом Гаргоны запрятан в огромном зале, сияющей ерундовиной посередине. Здесь снова пригодится голова Гелиоса. В награду за особо жестокую расправу над Гермесом получите приз «Обувь с доставкой», ну и собственно говоря, его обувь. После сражения загляните за голову статуи, чтобы забрать монету Гермеса. Пробежавшись с помощью ваших новых найков по стене с брелевхом, задействуйте голову Гелиоса, чтобы найти очередное перо. А вот теперь я бы хотел поговорить о серьезном трофее «Киллер». Условием для его получения является выполнение комбо из 1000 ударов. И когда я это увидел, я подумал, что этот трофей будет самым сложным, потому что обычно мои комбо не превышали 20-30 ударов, но все оказалось гораздо проще. Во-первых, нужно вооружиться когтями Аида. Во-вторых, найти 3-4 противника и просто спамить атаками на кружок при зажатом L1. Суть этого удара в том, что вылетающие черепки отталкивают противника и почти не наносят ему урона. Поэтому 3-4 противников будет вполне достаточно. Каждый вылетающий черепок также добавляет единицу к вашему комбо-счетчику, поэтому вам нужно будет сделать не 1000 ударов, а порядка 300. Если над каким-то из противников появляется значок добивания, просто переключитесь на других, чтобы не добивать его раньше времени. К моему удивлению, я получил этот трофей с первой попытки. После окончания сражения на этой же площади не спешите открывать дверь, в левой части локации можно обнаружить очередной урок Минотавра. В комнате с музыкальной головоломкой перо-феникса найдете на небольшом выступе слева сверху. Пройдя немного дальше, вы будете спускаться по длинной винтовой лестнице. В самом низу с помощью головы Гелиос обнаружите сундук с глазом Горгоны. Как только надаете по морде самой уродской интерпретации Геракла, которую я только видел, получите приз «Братская вражда». Когда упадете вниз, нырнитесь за напряжником Геракла. Закончив сводными процедурами, не убегайте вперед. Сзади вас ждет урок Минотавра. Дойдя до места, где вам нужно запинывать псов на подъемник, не спешите проходить дальше, здесь мы получим сразу несколько трофеев. Данное место характерно тем, что на мобу будет появляться бесконечно, а значит очень удобно сделать трофеи на количество. Во-первых, конечно же, урод послушания. Как минимум, этот трофей обязательно нужно сделать здесь. Для получения приза необходимо 50 раз внути диких псов, и более удобного места вы не найдете. Здесь можно добить еще два приза. Обстановка накаляется, за сжигание сотни врагов с помощью лука Аполлона и работа головой, за сцепление ста противника с помощью головы Гелиоса. Когда освободите барышню в этой комнате, подберите раковины Посейдона и глаз Горгоны из очередного сундука. В комнате после небольшой катсцены не пропустите сундук с пером Феникса. Приз Дамский угодник получите за мини-игру в покоях Афродиты. Здесь же найдете Рок Минотавра и подвязку Афродиты. Кстати, если еще раз пройти мини-игру, когда попадете в покой Афродиты во второй раз, получите немного красных сфер. Разобравшись с необычными забросами Афродиты, попадаете в Тартар, где почти в самом начале локации расположен сундук с пером Феникса. Далее на нашем пути попадается третий и последний кентавр, выпотрошив которого, получите пресс Кишка Танка. Чтобы получить следующий глаз Горгоны, нужно решить небольшую головоломку. Но прежде чем подниматься на самый верх и открывать двери, не забудьте прыгнуть на скрытый ступ справа, как это показано на видео. В следующей сюжетной трофейсе «Зам. Откройся» получите, как только подниметесь по стене на самый верх и откроете врата. Сразу после этого обнаружите золотой сундук рядом с точкой сохранения. Далее, перепрыгнув через обрыв, загляните за угол, чтобы найти очередной Рок Минотавра. По завершению эпичнейшего сражения с Кроном вас, наконец, признает убийца Титанов. В очередной раз, вернувшись к Гефесту, снова сходите в левую часть локации, чтобы подобрать его кольцо. Кстати, уходя, можете еще раз сдать ему по щам. Итак, мы добрались до локации с очередной головоломкой, где можно найти сразу много сундуков и несколько трофеев. Сама головоломка абсолютно несложная, и локация проходится за пару минут. Для сбора всех предметов просто выполняйте все, как на видео. Субтитры сделал DimaTorzok В одном из сундуков вас будет ждать пера Феникса и трофей Пуха Перя. Соседним подбираем чертежики Дала. Далее поворачиваем оружие и стреляем влево от нас в портал. Из золотого сундука получаем последний глаз Горгоны и приз Глаз Радуется. Обращу ваше внимание на то, что золотых сундуков с пельными рогами глазами в игре больше, чем необходимо для трофея. Если вы что-то пропустили, не переживайте, получите приз чуть позже. Если же вы все собрали как у меня, то с последующих золотых сундуков будете получать красные сферы. Трофей за рогами Минотавра получим немного позже, ведь нам нужно добыть еще 3 штуки. Один в этой же комнате, для этого пускаем платформу и производим еще один выстрел, не поворачивая орудие. Следующий рог сразу после того, как спуститесь из комнаты по веревке. Когда закончите обмениваться любезностями с Герой, пройдите немного вперед, чтобы получить последнее сокровище в игре и приз неслыханно богатый. Как я и говорил, в следующем сундуке у меня лежали красные сферы, потому что все перья и глаза уже собраны. А последний рог Минотавра Мечестра Феем Рог Изобилия получите, когда разгадаете первую часть загадки садов Геры и откроете эту дверь. Дальше спускаемся вниз и прыгаем на уступ слева. Показывать расположение остальных золотых сундуков я не стану, чтобы не увеличивать хронометраж видео, но их в игре будет еще достаточно, как для трофея, если что упустили, так и для прокачки оружия. А как только головоломка садов будет разрешена полностью, вас вознаградят трофеем с разных точек зрения. После убийства Скорпиона сломайте оставшиеся ледяные глыбы, чтобы добыть ледяной дождь Борея и трофей Отмороженный. Вот блин, нравится мне название трофея в этой игре, жаль только что над картинками разработчики не заморочились. Спаси меня. Называется следующий приз за спасение Пандоры. Он сюжетный и вы его не пропустите. И вот мы добрались до лабиринта Дедала и очередного интересного бриза. Для получения трофея, который кстати есть только у 3% игроков, вам нужно пройти через лабиринт ни разу не умерев и не допустив смерти Пандоры. Играя впервые и на уровне сложности Титан, сделать это нереально. Либо вас убьет толпа врагов, либо Пандору раздает ловушку, о которой вы не знаете. Однако есть хитрость, которая делает получение трофея не сложнее, чем прохождение любой другой локации в игре. Когда вы умираете, не нажимайте продолжить с последнего чекпоинта. Выходите в меню игры и загружайте последний автосейв. Игра считает количество смертей, которые кстати можно проверить в меню персонажа. Перед входом в лабиринт у меня было 169 смертей, умирал я раз 20. И с помощью данного метода я вышел лабиринта с тем же количеством смертей, а заодно и получил приз неудержимый. Кстати, возвращаясь к прокачке оружия. Еще в лабиринте я получил трофей душевный король. Для этого необходимо прокачать максимально когти Аида и поочередно вызывать все души нажимая на Р2. Запаса магии на все не хватит, поэтому я выполнял славе трофея рядом с синим сундуком. Ну а для получения следующего трофея нужно прокачать по максимуму все остальное оружие. Трофей 3 мдреса получите, который разобьет сейф в комнате судей по ходу сюжета. Вот мы и подобрались к улюминации игры и сражению с Зевсом. Трофей возмездия получите, когда наваляете не только самому Зевсу, но и его духовной форме. Поздравляю вас, игра пройдена. Сразу после титров вам выпадут еще два приза. Мститель за прохождение игры и Титанический за прохождение игры на сложности Титан. И казалось бы все, но нет. Нам остается получить самый последний и самый мать его сложный трофей в игре. После прохождения игры нам станут доступны испытания Олимпа. И для трофея испытанной нам необходимо пройти их все. Трофей за прохождение игры я получил в 19.40, а за испытания в 22.05, то есть я убил на них почти 2.15 часа. И мои мучения просто провождались отборным матом на всю квартиру. Рассказывать подробно обо всех испытаниях я не стану, ибо этот гайд о другом. А в интернете и так полно видео на тему испытаний. И тем не менее, когда завершите их все, получаете последний золотой трофей и конечно же платину. Очередная платина в моей коллекции, а заодно и вашей. Получить ее можно часов за 15-20. Без лишнего задротства, никаких перепрохождений по несколько раз. Быстро, динамично, интересно и увлекательно. Рекомендую всем охотникам за трофеями. А если вы смотрите это видео в день его выхода, значит до релиза новой части игры есть через несколько дней, за которые вполне успеете получить платину в году в War 3. И прежде чем прощаться, как и обещал, расскажу о том, как можно упростить прохождение на Титане. Для начала проходим всю игру на сложности бог, это не доставит вам особых проблем. После чего проходим все испытания лимпа, чтобы открыть арену. На арене в настройках выставляем бесконечное здоровье, магию, предметы. В качестве врагов ставим гаргон и змея гаргон. Ну и конечно же сложности там. Теперь ваша цель умереть 5 раз на арене. Единственный вариант для этого, подпрыгивать в то время как на вас применяют окаменение и разбиваться при падении. После 5 смертей игра предложит вам снизить уровень сложности. Нажимаете отказаться и вас выкидывает в главное меню. Начинайте новую игру на сложности Титан. И вы появитесь имея при себе все прокачанное оружие и самое важное бессмертие. Здесь у вас 2 пути. Либо вы проходите всю игру заново целиком, что будет очень легко при нескончаемом хп, но затратно по времени. Либо пользуетесь срезом. Поскольку у вас с самого начала игры уже будет немейский цестус, вы можете разбить сейпсуди впервые, когда попадете в эту локацию. И сразу отправиться на сражение с Зевсом. Такое прохождение займет у вас не больше часа. Но обязательно сохранитесь перед развиванием цепей. Известны случаи, когда игра начинает дико логать и в итоге зависает. Мне этот глич кажется абсолютно бессмысленным, потому что для его запуска нужно сперва пройти испытания Олимпа, некоторые из которых посложнее, чем все прохождение на Титане. Если вы сделали испытания, то их титаническую сложность вы наверняка осилите. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте поставить лайк, если вам помогло или понравилось данное видео. Пишите в комментариях, по каким еще играм мне стоит сделать гайды. Добавляйтесь в друзья вконтакте и в PSN. Все ссылки в описании. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!